Это сильно ограничивало бухгалтерские учёты и развитие экономики. Мнимые числа позволяют оперировать с довольно сложными формулами очень изящным образом. Итак, корень из минус единицы обозначается как мнимая единица, и она расположена перпендикулярно. Вот здесь у нас на перекрестии начало координат, плюс единица отложена вправо по оси х, минус единички влево, а мнимые единички, соответственно, вверх это положительная мнимая единичка, вниз это отрицательная. Складываются мнимые числа раздельно действительная часть, раздельно мнимая часть. Здесь вы видите z, представление x плюс и y, сопряжённое число z со звёздочкой, x минус и y. При этом под модулем числа понимается по закону сумм квадратов по теореме Пифагора корень квадратный из его действительной части и мнимой части возведённых квадрат. Теперь другое представление с помощью формулы Эйлера. Е в степени и φ равно косинус φ прибавить и на синус φ. Такая замечательная формула. Для того, чтобы вывести эту формулу, очень сложно. Во всей математике найдётся несколько формул такой же красоты. Пожалуй, эта формула так же красива, как знаменитая формула Эйнштейна. Е равно mc квадрат. Обратите внимание, если у нас имеется функция, которая содержит вот этот множитель, Е в степени и омега t, то дифференцируя такую функцию, операция дифференцирования сводится к тому, что и омега появляется впереди. По правилам сложнопроизводной. Таким образом, подведём подыток. Если у нас число z представлено в виде ρ, это действительно переменная, умножить на Е в степени и омега t, то ρ это, соответственно, амплитуда числа, а это можно рассматривать как фаза. Е в степени и φ это фаза. Поэтому записать в уравнении с использованием косинуса омега t плюс φ можно просто взять более простое выражение Е в степени и омега t плюс φ и рассматривать действительную часть этого уравнения. Сейчас мы увидим, в чём состоит простота. Первоначальное уравнение осциллятора, как мы с вами помним из второго закона Ньютона, мы записали с левой стороны ускорение, с правой стороны воздействующая сила, которая равна минус собственная частота. Почему? Потому что эта собственная частота как раз составляет k делить на m. k это жёсткость, m это масса. Теперь затухающие колебания. Посмотрите, пожалуйста, что здесь происходит. Здесь предполагается, что справа воздействует сила по некому косинусоидальному закону. Если это так, то разделяя все части уравнения на массу и вводя обозначение b это коэффициент затухания, поскольку он опять же сопротивляется, трение сопротивляется внешней силе, то здесь со знаком плюс записывается. Опять же, вот эта инерционность масса сопротивляется со знаком плюс. Итак, если мы введём обозначение b поделить на m будет составлять 2β коэффициент. Почему 2 вы поймёте в дальнейшем, это очень удобно. k делить на m уже принято. Раньше у нас обозначение омега 0 в квадрате. То можно записать в этом случае решение уравнения, искать в виде функции а амплитуду умножить на e в степени и омега t плюс φ, где φ это некий сдвиг по фазе от внешней силы, и нам предстоит его найти.